Пример надо брать с пляжей Италии. С этих слов начал совещание Анатолий Пахомов. Градоначальник накануне прибыл из города по братьям Аримени, где ему понравилось состояние и благоустройство пляжных территорий. Ухоженные набережные, современное оборудование, а главное – чистое море. Сочи на правильном пути, отметил Пахомов. Особенно в части экологии. Пять пляжей курорта поборются за голубой флаг. Оценку им дадут 60 международных экологических организаций. Что касается других набережных, то их арендаторам необходимо тщательно следить не только за санитарным состоянием, но и за безопасностью. Несмотря на все принятые меры и запрет на купание, минувший шторм унес жизни трех человек. Обстоятельства разные. Итог один – недоработка. Все дела переданы в прокуратуру. В случае, если найдут нарушение, применили ответственность вплоть до уголовной. И мы, со своей стороны, естественно, будем рассматривать на комиссии по благоустройству пляжей вопрос о расторжении договоров благоустройства с такими несознательными пользователями пляжных территорий. В силу того, что мы не можем допустить, чтобы гибли люди на пляжах города Сочи. Внимание нужно обратить и на отдаленные пляжи Лазаревского района. Они широкие, но не имеют инфраструктуры. Помимо этого, необходим ремонт дорог, ведущих к ним. К слову, на ремонт дорог в следующем году из краевого бюджета будет выделен 1 миллиард рублей. В течение двух недель главы сельских округов по предложению жители должны сформировать перечень улиц, требующих ремонта. Но помимо дорог, соответствовать уровню международного стандарта должны и улицы курорта. А за их чистоту ответственны управляющие компании, домкомы и сами жители. В Сочи уже традиционным стал конкурс на лучшее благоустройство, итоги которого подводятся 21 ноября в день города. В этом году лучший район получит неплохой подарок – 1 миллион рублей. Кроме того, Сочи готовится к двум событийным мероприятиям – Всемирному фестивалю молодежи и студентов и музыкальному проекту «Новая волна». И подумать о состоянии улиц и придомовых территорий нужно уже сейчас. Я просил, чтобы мы поэтапно работали над созданием живой изгороди. И на каждый год там целая карта есть дорожная. Эту практику надо заложить. И, пожалуйста, об этом надо будет отчитаться. Еще раз я говорю, мы тот раз обсуждали комары. Каждый домком должен сделать проверку по каждому дому, чтобы подвалы эти посмотрели. Ну и, естественно, по территориям. Ну и наша общественность, вы же лучше это знаете, где есть эти комары. Вот Олегу Валентиновичу сообщайте. Работа домкомов необходимой в период подготовки к единому дню голосования. 10 сентября жители всего Краснодарского края обязаны отдать свои голоса в поддержку того или иного кандидата на кресло депутата законодательного собрания края. К слову, прием заявлений от выдвиженцев уже завершен. Сейчас ведется работа с документами и обучение сотрудников избирательной комиссии. В этом году в процессе голосования есть нововведения. На региональных выборах упразднено досрочное голосование, отменены открепительные удостоверения и теперь избирателям предоставляется возможность голосовать не по месту регистрации, а по фактическому месту пребывания.